Подведены итоги седьмого фотоконкурса Российского географического общества «Самая красивая страна». Среди финалистов, по счастливую стечению обстоятельств, оказалась и моя работа под названием «Сплетни», выполненная в черно-белой гамме и показывающая социальную жизнь врачей. Фотография является частью небольшой серии подобных черно-белых работ. О процессе работы над серией мы и поговорим. Я Алексей Волков, и вы на канале «Движение жизни». Меня всегда восхищали врановые. Сами посудите, высокий интеллект, как пишет Википедия, сравнимый с высшими приматами. Повсеместная распространенность, фантастическая выживаемость и приспособляемость, сложное поведение, социальная иерархия в стаях и колониях. И почему сова, тупая как пробка, у которой в голове, кроме глаз, практически ничего нет, считается символом мудрости. Так, по мне, так это должен быть ворон. Но с другой стороны, как вообще можно сову с кем-либо сравнивать? О, сова! Фотографировать даже обычную серую ворону очень сложно. Казалось бы, они везде, куда не бросишь взгляд. Не нужно долго искать и выслеживать объект. Идешь по улице, а они тут как тут, рыскают на газоне, сидят и громко каркают на деревьях, буквально в нескольких метрах от тебя. Просто бери фотоаппарат и вперед. Делай кадры мечты. Но стоит только остановиться. Или, когда проходишь мимо, повернуться в их сторону, выказывая некую заинтересованность, как большую часть ворон словно ветром сдует. А самые смелые, косясь на тебя, будут бегом и прыжками по земле быстро увеличивать дистанцию. Чрезвычайная осторожность врановых делает съемку неожиданно сложной. Хотя, вроде бы, недавно кедровку снимали, чуть ли не с метровой дистанции. Если же все-таки вы нашли способ приманить этих прекрасных умных птиц, например, снимать их из коротка у привады, то их блестящее черное или черно-серое оперение совсем не поможет при съемке. Не, ну, сойка это, конечно, исключение. Часто птиц приходится фотографировать снизу вверх. То есть, под углом. При этом, задним фоном обычно становится небо. В итоге, блестящий черный грач, например, при дневной съемке, на фотографии превращается в черное пятно с провальным черным на фоне пересвеченного белого неба. Тут либо жди режимного света, либо выкручивайся как-то по-другому. И вообще, в графическом редакторе вытягивать картинки как-то лениво. Хочется, чтобы и снял, и все. Несколько лет назад я напросился к товарищу в экспедицию от Волгоградского университета на озеро Ильтон. Цель экспедиции – оценка возможностей экотуризма в Паласовском районе. Как раз перед самой поездкой удалось приобрести телеобъектив, который был незамедлительно взят с собой, чтобы помимо съемки весенних первоцветов с помощью макрообъектива была возможность поснимать длиннофокусным объективом встреченных на Ильтоне птиц. По пути на Ильтон рядом с шоссе постоянно попадались небольшие островки высоких деревьев. Кроны их были заселены колониями грачей. А так как дело было ранее весной, то деревья стояли голые, и гнезда грачей, как и их обитатели, были как на ладони. «Нужно обязательно поснимать их на обратном пути», – сказал я тогда себе. Тогда своего автотранспорта у меня не было. Я полностью зависел от воли и свободного времени водителя. Сама же экспедиция вышла крайне экстремальной. Три дня лил дождь, дул сильный ветер, температура не превышала 10 градусов, а дороги превратились в неприступное глиняное месиво. Через несколько дней, когда дождь закончился, а солнце с ветром подсушили глиняные корки на степных дорогах, мы смогли наконец-то покинуть палатки и двинуться в обратный путь. И тут я вспомнил про грачей. У одного из грачевников попросили остановиться, и мы спешно с товарищем побежали снимать птиц. Условия съемки позволяли фотографировать птиц только снизу вверх, под углом примерно 30 градусов. Классическая ситуация – черные птицы на фоне неба, то есть паровальные по теням птицы и пересвеченный белый фон. Вдруг меня осенило. Это же идеальное решение для съемки грачей. Такая комбинация позволяет создавать черно-белые кадры в моей любимой эстетике – минимализма. Я начал строить кадры с птицами в окружении голых веток так, чтобы ветки задавали ритм, а птицы являлись черными центрами композиции. Сами грачи не сидели сложа крылья, а вели бурную социальную жизнь. Жизнь в колонии кипела. На фотографов животные не обращали никакого внимания. Птицы общались друг с другом. В чем-то, видимо, спорили, иногда дрались. Они собирались в группы, чтобы противостоять соседям еще более слаженно и отгонять их громким карканьем. А в какие-то моменты, может быть, они обсуждали корм или гнезда, или просто отстаивали свое какое-то мнение. В какой-то момент я заметил, как одна птица кормит другую. Успел навести объектив, и в момент нажатия на спуск на заднем фоне пролетела еще одна птица. Получился интересный ситуационный кадр. Вначале я предположил, что это родитель кормит своего мелкого. Но специалисты подсказали, что, судя по времени съемки, скорее всего, это самец кормит самку. То есть преподносит свадебный подарок. Врановый флит. Любовь, одним словом. Съемка длилась примерно 10 минут. Все-таки нас ожидали в машине. Все устали от палаточных приключений в эти дождливые холодные дни экспедиции. Всем хотелось домой, в цивилизацию. И как не хотелось бы наблюдать за интересной и сложной социальной жизнью врачей в колонии, надо было ехать. Я был рад этой короткой съемке. Я получил прекрасный фотоматериал и с удовольствием, пусть даже на 10 минут, заглянул в другой мир и понаблюдал за пернатыми взаимоотношениями. Так был снят кадр сплетни, который сейчас попал в финал седьмого конкурса «Самая красивая страна» от Российского географического общества. Если вам вдруг подвернется какой-то интересный сюжет, снимайте его не раздумывая, потому что в следующий раз таких условий уже не будет. Животные будут сидеть как-то по-другому, свет будет другой. В любом случае у вас будет та первая спонтанная съемка, с которой вы всегда сможете сравнить и выбрать, что лучше. В моем же случае эта первая и, в принципе, единственная съемка получилась удачной. До встречи, еще увидимся!